Казахстан столкнулся с международной агрессией терроризма. Эти события мы расценим однозначно как акт международного терроризма. Дело в том, что в ряде регионов нашей страны имели место очаги дестабилизации. В общей сложности 10 регионов были охвачены. Этим попытались воспользоваться радикальные террористические группировки, которые совершили нападение на учреждения государственной власти, осуществили нападение на здания полиции, спецслужб, попытались захватить объекты инфраструктуры, коммуникации. Но эти планы были сорваны благодаря решительным действиям президента. Однако, к сожалению, был нанесен очень большой, серьезный, колоссальный материальный ущерб. И, к сожалению, погибли мирные граждане и сотрудники правоохранительных органов. Почему мы говорим о том, что мы имели дело с терроризмом? Потому что подготовленные, разрозненные, вооруженные группы, очень хорошо оснащенные, слаженно действовавшие, осуществляли целенаправленные атаки против здания полиции, спецслужб с целью дальнейшего захвата оружия. Осуществляли нападения на здания коммуникации, объекты инфраструктуры, аэропорты, дороги, телекоммуникационные сооружения. То есть имело место тщательно подготовленные, дерзкие нападения ударных террористических групп, поэтому пришлось мобилизовать все правоохранительные и силовые структуры. И благодаря этому удалось не допустить реализации самых крайних негативных сценариев. И, как вы видите уже сейчас, буквально за несколько дней ситуация была стабилизирована, пока все еще действует режим чрезвычайного положения, но в целом страна и города медленно возвращаются к нормальному ритму жизни.